Поехали. Ля, смотри, наши старые знакомые, а? ...глобальные задачи, чем все-то... Принцы, от этого у них всё так, на самом деле, всё высоко, прям. О! Нет, здесь вот порталы, я могу понять, прикольное. Тут дело во мнении, в тебе. Я думаю, какому козлу, о каком козле речь? Вот этот, наверное, выглядит круче. Да у нас тут мистер оригинальность. Смотри, какой. Продажа души. О, невидимость. Я буду бессмертен. Также Маркиз специализируется на краже лошадей или золота из королевской казны. Кража лошадей? Кража лошадей? Ну, кража лошадей, ну, Маркизу свои причём. Пацаны и пацаны, совсем доброго, привет. Привет, десятки, всем десяткам привет. Как выглядят демоны? Принцы, графы, губернаторы, Маркизы, господи, боже мой, какие люди, какие демоны. Короче, Фантом вышел на новый видос. До этого смотрели мы и про демонов было, кстати, по-моему, прошлое. И про ангелов было, и про других ребят было. Всех ребят лучших просто собрали у Фантома. И смотрим про них. Давай, смотрите это. Реакцию, ссылочка на оригинал внизу. Фончик, конечно, было бы, наверное, логично поставить здесь красный. Но я решил немного поэкспериментировать. Поэтому у нас сегодня цвет вот такой. Свет вот такой. Вы можете о нём отзываться, писать. Чё считаете, как думаете, что, как. Может быть, красный, может быть, этот больше нравится. А может, оба нравятся, может, ещё какой-нибудь. Короче, всё. С тебя пальчиком и сего в антиком. Спасибо большое всем, кто проставляет. Комментарии пишите. Чем больше, тем лучше. Пописулечки, организуйте. Естественно, подписывайтесь бубенцами. И давай, смотрите. Но прежде чем начнём, я тебе ещё раз повторюсь, что у меня есть телеграм-канал. Сейчас вообще максимально остро. Непонятно. Вот, кажется, каждый день, даже сегодня уже вижу, новость про то, что хан знает, что происходит с ютубом. И судьба ютуба вообще, как бы, в принципе, не ясна. Потому что его могут заблокировать просто в любой момент. А сейчас ещё я, знаете, вот с каждым разом, ты понимаешь, что с каждой новостью, когда там одни других просят разблокировать, одни блокируют другие каналы государственные, ещё что-то, ещё что-то. Ты понимаешь, что оно прям всё накал больше и больше, и жуще, и жуще, поэтому, короче, у меня есть телеграм-канал. Чтобы мы с тобой могли быть на связи, ссылочка на него внизу, он давно существует, я просто про него отдельно никак не говорил. Буду рад тебя там видеть. Всё, поехали, смотрим. Я уже рассказывал вам о том, что из себя представляют высшие чины демонов, согласно малому ключу Соломона. Сегодня завершим знакомство. Ля, смотри, наши старые знакомые. О, обезьян на месте тоже. Тем, как средневековые авторы представляли великое разнообразие адских сил. Принцы, маркизы, графы, губернаторы и рыцарь, конечно, решали менее глобальные задачи, чем те товарищи, которых мы разобрали. Опять эта игрушечка. Какие среди них можно найти довольно... Просто кадры, если кто-то не видел предыдущие выпуски, во-первых, можете пойти посмотреть после этого. Есть ещё и плейлист, есть ли он? А вообще должен быть. Можете ориентироваться на него или просто в поиск вбивайте, найдёте, короче, все эти по фантому реакции. Так вот, просто эти кадры, это из игрушечки такой. Любопытные и пугающие экземпляры. Он это объяснял. Блин, так странно выглядит. С вами фантом, погнали. Заставочка. Красивое, прикольное. Поехали. Принцы. От этого у них всё так, на самом деле, прямо на таком уровне, знаете, ты чувствуешь себя максимально кривозубым крестьянином, когда смотришь про демонов. Настолько у них всё высоко. О, прям, о, не хватает монокля, чтобы вот вместе с ним сидеть и смотреть про этих принцев и маркизов, блядь. Васаго. Оу. Принц Васаго готов ответить на любой вопрос относительно... Ещё один. Я не знаю, что за прикол у демонов такой, но ещё в прошлом выпуске так было. У них, короче, какой-то... А, ну я предположил в прошлом выпуске, почему. Но у них прикол вот с несколькими головами. То есть у них почему-то у всех несколько голов разных существ и выглядит это максимально... Ну, глуповато, если честно. Глуповато уж, как есть. Прошлого, будущего или настоящего. А также помочь заклинателю найти потерянную вещь. Известно, что он обладает добрым нравом. Ситри. Ситри. Принц Ситри. Ситри. Появляется в виде леопарда с крыльями грифона. Ля. Однако, если произнести необходимое заклинание, демон примет человеческий облик. Да что так? Ситри способен разжигать страсть в сердцах мужчин и женщин. Также по просьбе заклинателя он может показать любого человека обнажённым. Довольно необычное и странное умение. Ну ладно, видимо, востребованное. Обалденный навык, Ситри. Да, неплохой. Ипос. Ипос. Ипос одновременно носит титулы принца и графа. Ему ведомы все... Просто как будто конкурс красоты какой-то, честное слово. ...тайное мироздание. Также Ипос может наделить заклинателя остроумием и смелостью. Изображается этот демон, надо сказать, весьма нелепо. А что это вообще? С телом льва, головой и лапами гуся и хвостом зайца. Что же, у жителей присп... Можно было ещё более как-то вот неподходяще и неорганично придумать что-то. Убей свои причуды. Да и в принципе мы его за внешний вид осуждать не можем. Конечно нет. Мы вообще не оцениваем, так сказать, демонов по внешности. Не судим книжку по обложке. Даже если это не книжка, а странный демон. Габ. Габ. Демону по имени Габ также оказалась молодая мужчина. Ему принадлежат титулы принца и губернатора. Демон выступает в образе человека, который указывает путь демоническим королям. Блин, вот это прикольно. Я ещё в прошлый раз говорил, некоторые похожи на персонажа из аниме. Вот это тоже очень похоже на какого-то персонажа аниме. Габ способен вызывать любовь и ненависть, а также по просьбе закренатора может обучить его всем тайнам философии или принести в любое место на земле. Хе, телепорт, телепорт. Телепорт, это круто. Вот телепорт, это прикольная способность. Это тип... Толос, наш знакомый, знакомый из интернет-мультсериала Адский Босс. Если кто-то не понимает, о чём речь, есть плейлист. Можешь, пожалуйста, пойти... Па-па-па-па-па. Хе, язычок мой заплетается, как никогда. Короче, можете пойти посмотреть, есть в плейлистах Адский Босс называется. Это интернет-мультсериал. Очень прикольный. И там как раз тематика тоже, соответственно, там демонов и прочего. И есть Толос, у которого тоже клювик имеется. Не только клювик, я тебе скажу. Много чё ещё другого. Хе, хе, потрясающего и нежнейшего имеется. Вот, прикольно, прикольно. Вот и он. Вот так он выглядит примерно. Но в мультике немножко иначе. Тип появляется перед человеком в образе коронованного филина на длинных ногах. Коронованный. По другим источникам в образе ворона. Он обучает астрономии и астрологии. А также знает все свойства трав и камней. Изготовление волшебных талисманов также по части Столоса. Нет, не вот порталы, я могу понять, прикольные, да? Что-нибудь такое прям, да. Быть невидимым. Тоже хорошая способность. У кого-то она была, я помню, в прошлом выпуске. Но, типа, он знает астрологию и астрономию. И чему-то может обучить, ребята. Ну, я в прошлый раз говорил. Демон! Столос! С этим отлично курсы справляются. Ты как-то немножечко не особо полезный получаешься в целом. Ты уж извини, Столос. Это не лично, это просто факты. Язык фактов, понимаешь? Аробос. Принц Аробос предстает в образе лошади. Но по просьбе заклинателя может принять более привычную форму. Демон шарит вопросом. Такой, можно, пожалуйста? Вот я тебя попрошу об одном. Можешь немножко, ну, попроще выглядеть? Как-то ты меня... Ну, я всё понимаю. Ты так выглядишь, конечно. У меня претензий к твоей внешности в целом нет. Но можно я вот попрошу тебя... Это дело во мнении, в тебе. Можешь чуть попроще выглядеть. А то как-то, блядь, противно на тебя смотреть. Страшно. В вкусах богословия. И может даровать церковные титулы и власть. При этом Аробос один из самых преданных демонов. Готовый защищать призвавшего его человека от происков других духов. Прикольно. Сирия. Изображается в виде человека на крылатом коне. Этот демон готов мгновенно отправиться в любое место на земле, чтобы выполнить приказы. Ещё один аниме персонаж. Сирия помогает человеку достичь изобилия и указывает на спрятанные сокровища. Сирия. Множество других демонов его отличает приятная наружность. И практически полное равнодушие козлу. Козлу. Господи. Козлу. Ко-злу. А я думаю, какому козлу? О каком козле речь? Я привык, что-то одни козлы, блин, вместо голов. Маркизы. Маркизы. Самигина. Самигин. Демонический маркиз при первом появлении принимает образ небольшой лошади или осла. Однако по просьбе заклинателя может принять ей человеческий вид. Он готов научиться. Опять еще один по просьбе человека. Заклинателя всем свободным наукам. Кроме того, вопя. А нельзя просто сразу принять нормальный человеческий вид? То есть, как бы, ну, как бы, я уверен, что любому заклинателю привычнее будет на тебя смотреть в виде человека, а не в виде какого-то оленя, хрен знает с чем, в руках какой-то. Вообще, что такое? У тебя, наверное, там еще под этим, под одеждой еще один, еще одна голова, учитывая ваши приколы, несколько голов у всех. В связанности демона входит ввести счет душ тех, кто умер во грехе или утонул в море. Вот так вот странно тех, кто утонул в море, приписали в один список с теми, кто всю жизнь грешил. Я себе вот это... То есть, грех не уметь плавать, получается. Я не умею плавать, если что. Я, ребята... Ладно, интересная классификация. Амон. Амон. Агнедышащий Амон считается самым суровым из маркизов. Прикольный цыпленок такой, типа змееподобный. Вид его действительно может привести в ужас. Демон имеет тело волка, змеиный хвост и голову ворона. А это ворон? Я думал цыпленок. Ну ладно. Амон знает ответы на все вопросы и способен примерять врагов и рассорившихся друзей. Ну ладно, раз умеешь, то, конечно, делай в целом. Но портал был бы прикольнее, ничего не хочу сказать. Ну, невидимость тоже. Маркиз Лирая. Оу! Вот этот, наверное, выглядит круче всех. Вот прям очень прикольный, необычный образ. Я че-то почему-то не понял, почему фантом не акцентировал внимание на его внешности, учитывая картинку. Набериус появляется в образе черного журавля, который беседует с заклинателем хриплым голосом. Тупо ауф-демон. И самый доблестный из маркизов, он помогает вернуть утраченную честь и привилегии. А также обучает многим искусствам и наукам. Но прежде всего риторике. Поздние авторы смешивали Набериуса с древнегреческим псом Цербером. Поэтому на некоторых изображениях этот демон предстает с тремя собачьими головами. Прикольно. Ранове. Ранове. Ооо, жутко. Перед заклинателем он появляется в виде уходливого человека с посохом. Ранове обучает риторике иностранным языкам. Жутко. Он также помогает добиться благосклонности друзей и врагов. Считается, что именно он забирает души старых людей, находящихся при смерти. Фурнеус. Маркиз Фурнеус. Изображается в виде морского чудовища. Это что, кит? Какое? Это не чудо, это кит. Только несмотря на грозный облик, демон покровительствует мирным наукам. Фурнеус научит заклинателя риторики и языкам. Прикольно. Говорит его с врагами и обеспечит хорошую репутацию. Так что записывайтесь к Фурнеусу на изучение английского. Да, он вам сделает хороший имидж еще создаст. Рекомендую. Мархосиас. Мархосиас. Не менее ужасает и внешний вид Мархосиаса. Огнедышащий волк с крыльями грифона и хвостом смехи. Вопрос без заклинателя Маркиз принимает человеческий облик. Подожди, а здесь же это какой-то такой, смотри, меха-волк. Нет? Что это такое? Что это за картинка? Это не он? Не с него срисовывали, что ли? Да, не с него срисовывали, получается. Ошиблись. Выполнять любые задания и отвечать на вопросы. Феникс. А-а-а. Неинтересно звучит. Феникс. Господи. Одну букву поменял, а думает оригинальный. Ладно, Феникс. Этот Маркиз принимает облик птицы Феникса. Феникса? Да у нас тут мистер оригинальность. Это креатив. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте не обижать демонов все-таки. Он как бы тоже крутой, я уверен. Феникс. С заклинателем он разговаривает детским голосом, под аккомпанемент чудесных мелодий. Однако человек не должен поддаваться наваждению. Нужно как можно скорее потребовать Феникса принять человеческий облик. После этого демон ответит на любой вопрос. И научит многим искусствам. Прежде всего, поэзии. Мягкотелый такой демон. Собнок. Собнок. Сверепый собнок появляется перед заклинателем в образе всадника с львиной головой. Этот маркиз специализируется на возведении стен, башен и целых замков. Прикольно. А также снабжении их оружием и боеприпасами. Прикольно. Только сейчас, допустим, это вообще неприменимо. Но прикольно. Также Собнок способен вызывать... Блин, многие из этих демонов так, на самом деле, не прижились бы в современном мире. Они такие, типа, просто не нашли бы себе места. Мне кажется, у них у многих была бы дипрессия из-за этого. Типа, что у них вроде... Они вроде крутые, как бы, да? Но у них есть, типа, суперспособности. Там, я не знаю. Могут обучить чему-то. Но при этом с этим прекрасно справляется сайт в интернете каком-то. Я не знаю. Сайт просто курсов любой. Или онлайн там что-нибудь обучить. Ну, что угодно, да? То есть, как бы, у них вроде есть крутые способности. Но в современном мире их заменяет... Ну, довольно легко заменить. Не то, чтобы они суперспособности. Наверное, было бы грустно этим демонам. Они бы не особо вот как-то приживались бы. Ну, кто как? Вот кто-то тут умеет быть невидимым? Да тоже, на самом деле. Чё он? Невидимый, невидимый. Единственное, у кого телепорт, наверное, были бы вот крутыми. Ну, типа, такие особенные, по крайней мере, да? Потому что телепорт мы пока что не изобрели. Всё остальное, в плане, там, налаживать отношения. Или что-нибудь обучить астрологии, астрономии. Ну, как бы, душу продавать за это не охотя. А денег можно отдать, в принципе, если хочется. Гниение ран. Вы что думаете, они просто так, что ли, по приколу обучали? Я уверен, нет. Душу же продать надо демону. Демоны, они такие... Чертите еще. Им всегда нужно душу продать. Что причиняет человеку невыносимые страдания? Заметьте, это уже не первый демон, который вызывает гниение ран. Уж больно в Средневековье все хотели этого чертова гниения ран. Да. Шакс. Лукавого маркиза Шакси не стоит беспокоить слишком часто. Иначе преданный помощник быстро превратится в бессовестного лжеца. Шакс появляется в виде аиста. И по просьбе заклинателя может лишать людей зрения, слуха и... Вот этот жесткий ублюдок. Ну не ублюдок, конечно же. Не, извините, пожалуйста. Кто там? Маркиз. Ну, демон. Демон. Также маркиз специализируется на краже лошадей или золота из королевской казны. Кража лошадей? Кража лошадей? Ладно. Ну, кража лошадей? Ну, маркизу свои причудят. Аист, лишающий людей зрения, слуха и разума, и при этом еще ворующий лошадей золота. Да я даже знаю, на каких телеканалах мог бы работать этот аист. Ну да, вот он прижился бы, 100%. Ариакс. Маркизу Ариаксу известны все тайны астрологии. Он может обучить заклинателя всем тонкостям того, как звезды влияют на нашу жизнь. Вау. Вау. Да что ты говоришь? Маркиас или как там себя? Маркиз. Ну нет, слушай, Маркиас. Забыл, как его зовут. Буквально секунд назад было сказано, как его зовут. А я уже забыл, как его зовут. И духовными чинами. Ариакс изображается в виде льва со змеиным хвостом, восседающего на мощной лошади. Дополняют жуткий образ две шипящие змеи, которых демон держит в правой руке. Прикольно. Андрасс. Андрасс. Один из самых опасных маркизов. Я один из самых странно выглядящих, я бы сказал. Изображается в виде крылатого ангела с головой черного ворона. По другой версии... Это же не ворон. Это же не голова ворона. Почему ворона? Ну, картинки не ворон. Не голова ворона, не. Это какой-то второй столос. Верхом на черном волке. В руке Андрасс сжимает острейший меч, которым готов мгновенно зарубить заклинателя, нарушившего меры предосторожности при вызове демона. Сфера его... Ты смотри какой! К нему еще подход нужен. Нужно не ошибиться и меры предосторожности учесть. Ну ты какой? Да лучше тебя не вызывать тогда, себе же дороже. Раздоры, которые он с большим удовольствием сеет среди людей. И все? Что? И все, ты только это умеешь. Другие тоже это умеют. Зачем мне вызывать тебя, когда я могу вызвать кого-то другого, кто мне сделает то же самое, но меры предосторожности проверять не будет. Ну ты как бы не особо конкурентно способен, мистер демон. Андриал Фус. Андриал Фус. Маркиз Андриал Фус появляется перед заклинателем образа павлина. Демон может обучить геометрии, астрономии, а также любой науки, связанной с точными измерениями. Да, павлин обучающийся о геометрии, это прикольно. Другая его суперспособность превращать людей в птиц. О, у тебя тоже интереснее, что ты с этого не начал? Преврати его в птицу. Ты такой, продашь душу? Продам. Давай, превращай. Кимеес. Храбрый воин верхом на статной черной лошади. Ля, еще один аниме персонаж. Ему подчиняются все духи Африки. При этом, опять же, он может обучить человека риторики, логики, грамматики, а также найти любую потерянную вещь. Ну, потеряли где-то ключи и позвали чела, которому подчиняются все... Носок потерял такой, тупо душу продал. Ради того, чтобы найти носок. Он нужен просто. Холодно. Холодно. Демона душу продал, зато носок нашел и не холодно, нормально, тепло. Сухи Африки. Проблемы с уроками тоже зовите его. Да. Дикарабия. Только душа одна, понимаете? Маркиз Дикарабия. Интересно, а можно как-то, типа, знаете, как в кредит ему, я не знаю, душу? Или в кредит брать услуги и душу по кусочкам продавать? А не сразу полностью, не знаю. Абия появляется в весело-экстравагантном образе. В виде пентаграммы. Приняв человеческий облик, демон может рассказать все о чудесных свойствах трав и камней. Также он может создавать симуляции самых разных птиц, которые ничем не отличаются от настоящих. Зачем? Все вопросы к Дикарабии. Если найдете, куда говорить и где у него лицо вообще, и есть ли оно в целом. Вызывайте аккуратно. Граф. Граф. Ботис. Демон Ботис носит титулы графа и губернатора. По просьбе заклинателя он может сменить образ ухудливой гадюки, в котором предпочитает появляться на человеческий вид. Но даже в этом случае Ботис выглядит угрожающе. Благодаря рогам, большим зубам и острому мечу в руке. Граф дает ответы на любые вопросы и может примирить враждующих друзей. Маракс. Граф Маракс также обладает титулом губернатора. Это огромный бык с человеческим лицом. Маракс знает все об астрономии, а также о свойствах камней и трав. А так такие камни и травы очень мучили умы средневековых людей. Также он может дать заклинатель в услужение верного помощника. Гласия Лоболос. Оу, это кто такой? Это кто такой? А как ты выглядишь? Давай посмотрим. Еще один обладатель двойного титула. Граф и губернатор Гласия Лоболос. Прикольно выглядит. Так, нужно заметить, имя у него тоже двойное. Демон появляется в образе собаки с крыльями грифона. Однако не стоит слишком доверять безобидному внешнему виду. Он вдохновитель всех крылья пролитий и убитв на земле. Но вместе с тем есть у демона и созидательная сторона. Он учит искусством и наукам. Ооо, такой устроил что-нибудь там совсем супер жесткое. А теперь у нас урок рисования. И может сделать человека невидимым. Ооо, невидимость. Фурфур. Фурфур. Хитрый граф Фурфур никогда не скажет правду, пока заклинатель не заманит его в специально очерченный треугольник. Демон появляется в виде оленя с огненным хвостом, но по приказу... В прошлый раз, по-моему, был Мурмур. ...может принять форму ангела. Фурфур вызывает не только любовь между мужчиной и женщиной, но и... ...между мужчиной и мужчиной. ...ветры, ураганы, грозы и прочие стихийные явления. Ага. Халфас. Граф Халфас, появляющийся в виде дикого голубя, настоящий военный... А чувак! ...он специализируется на строительстве стены укреплений. А также может перекрашивать вооруженных воинов в любую точку мира. Раум. Граф Раум принимает образ ворона. Ооо. Этот демон способен разрушать не только города, но и человеческое достоинство. С большой охотой Раум ворует золото из королевской казны. И переносит его в любое место, которое укажет заклинатель. Вот тут вопросик. Уважаемый король, а где деньги в казне? Ой, это самое, народ мой любимый. Демон Раум куда... Шутки-шутки от фантома, пожалуйста, оцените. А так всё подевал. Также этого демона просят об укреплении дружбы и примирении врагов. Бифронс. Бифронс. Бифронс знает все тайны. Кого бы вы думали? Трав и камни. Геометрии, астрологии, астрономии. Нет, нет, в этом не разбирается. Но значит не такой, что крутой. Учит, чему бы вы думали? Астрология и геометрии. Ну всё, ладно, тогда крутой. Но есть и уникальные навыки. Демон может менять местами тела мёртвых людей. И зажигает на могилах ложные огни. Огни, которые выглядят как свечи. Ой, ну это прям какая-то, знаете, прям, я не знаю, супер для каких-то конкретных точных ситуаций способность. То есть это не супер универсально, скажем честно. Зачем? Зачем? Андромалиус. Граф Андромалиус весьма полезный помощник. Ещё один анимешник. Это человек с огромной змеёй в руках. Андромалиус возвращает украденные вещи, а также наказывает воров и всех злоумышленников. Хороший. Раскрывая их преступные намерения. По особой просьбе демон может указать путь к спрятанному сокровищу. Это что за особая такая просьба должна быть, интересно? Губернаторы. Марбас. Это огромный лев, способный также принимать человеческую форму. А мне интересно, вот это разные касты, по идее, принцы, графы, губернаторы, маркизы. Среди них попадаются львы часто. Типа, ну такие демоны, у которых вместо головы львиная голова. Мне интересно, они между собой как-то типа кентуются там, дружат или общаются. Те, кто, допустим, львы, как кошачьи, знаете, такие. У кого-то, у кого там, я не знаю, крылья есть, они там тоже как-то по этому принципу разделяются. И тоже своя такая тусовочка у них. Они там типа с крыльями общаются, летают что-то туда-сюда. Львы там в одном углу, с крыльями в другом углу. И у каждого своя такая небольшая тусовочка, компашечка для общения. Не знаю, как у них устроено, не знаю. Если кто-то разбирается, ребята, знает, напишите в комментариях. Марбас насылает болезни на людей, но столь же успешно и излечивает их. Призвавшего демон может научить всем наукам и искусствам. Особенно мила Марбасу механика. О, прикольно. По-моему, с механикой еще никто дел не имел. О, еще один, смотри. В образе зодиакального стрельца. Как настоящий мудрец он учит логике, философии, а также тайным свойствам кого камней и трав. Геометрия и астрология с астрономией прилагаются, я надеюсь. Уже самому интересно, что же там за тайные свойства у этих камней и трав, если у нас так много... И что это за травы такие? Мне кажется, это какая-то, знаете, завуалированная что-то вообще другое абсолютно. Демонов на этом деле специализируются. При этом считается, что буэр достаточно злопамятен. Особого внимания достойны более поздние изображения демонов. О, смотри на него. Здесь мы видим голову льва, из которой вырастает пять козлиных ног. Образуя своеобразную... Форос. Изображается в виде обычного человека неимоверной силы. И он, знаете, тоже шарит за травы, камни, а также учит логике... Они просто в одной школе все учились, выпускались. Этики и этики. А еще делает человека невидимым. О! Еще один с невидимостью, нормально. И может подарить заклинателю долгую жизнь и красноречие. Малфо... Долгая жизнь это бессмертие или это именно просто долгая жизнь? Типа, как бы... То есть, это... Я буду... Знаете, кто-то вызвал этого демона... Я буду бессмертен? Мы говорили, ты умеешь делать людей бессмертными. Ну, ты будешь долго жить. Не, ну подожди. Это значит, что я не буду бессмертен. Долго будешь жить. Это всего лишь... То, что я могу тебе сказать. Ты будешь долго жить. Не Юли, блядь! Я буду бессмертен? Нет. Ты просто будешь долго жить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Именно поэтому иногда он изображается со строительным мастерком в руках. Также демон по просьбе заклинателя может раскрыть мысли и намерения его врагов. Но не стоит слишком верить его обещаниям. А, ну то есть он может напи***дить. А, спасибо. Хорошее умение читать мысли, но пи***дить о том, что ты прочитал мысли. То есть он не умеет читать мысли, получается. Он просто пи***дит о том, что умеет. Ну, хорошо. Демон пи***джа. Скорее всего, демон просто заберет подношение, ничего не предоставив заметку. А, так он гнида. Хагенти. Хагенти. Боек с крыльями грима. Почти хагиваги. Фона. Может поделиться с заклинателем своей безграничной мудростью. А как не научат превращать любой металл в золото. О, хорошо умение. А воду, соответственно, в вино. Ну, такое умение, как умение. Камео. Камео. Появляется в виде дрозда. Камео. А, или человека, вооруженного мечом. Или человека, вооруженного дроздом. Особен предсказывать будущее по пеплу или углям. Также Камео учит человека понимать щебетание птиц, мычание коров. Блин, так он на самом деле жутко выглядит. Посмотрите на это лицо. Просто супер жуткий типочек. Лай собак и даже журчание вод. Оси. Оси. Губернатор Оси. Ничего себе. Предстает перед чародеем в образе леопарда. Учит свободным наукам, дает верные ответы о земных и божественных вещах. Да. Я также способен превратить человека в любое существо. Или даже предмет. Ооо. А можно временно, то есть превратиться, не знаю, там, типа, в бумажку, а потом обратно в человека превратиться. Ну, так вот, типа, не знаю. Ами. Ами. Довольно необычный демон. Ооо, еще один аниме. Который выглядит, как в языке пламени. Ами готов поделиться своими знаниями астрологии и свободных наук. Также демон покажет путь к спрятанным сокровищам и поможет договориться с охраняющими их духами. Ага. Волок. Волок. А, ну, типа, просто ресурсы находит, получается. И другие помогают найти скрытые сокровища. Ничего, он не умеет, походу. Как прикольного. Рыцарь. Особняком стоит демон Фуркас, занимающий должность рыцаря. Рыцарь во всей этой демонологии всего один. Он изображается в образе злобного старика с длинными неухоженными волосами и бородой. Как и положено рыцарю, Фуркас ездит на полевой лошади. Однако грозный демон мало связан с военным искусством. Он научит заклинателя философии, логики, риторики. Так, это мы уже слышали. Логии, хиромантии и магическим практикам. О, магические практики. Это вот это уже интересно. Вот мы с вами и познаком... Все, что ли, закончились, ребята? Ребята, закончились. Все, это, походу, все. Все. ...со всеми возможными демонами. Принцами, маркизами, графами, губернаторами. Всех полностью посмотрели. Как в прошлом ролике королями и герцогами. Желаю всем справиться со своими задачами без вызова всевозможных демонов. Желательно, да. Желательно, да. Слушайте, ну вот такой вот видосик. И мы, получается, закрыли действительно демоническую тему. Посмотрели всех демонов. Но если вы, опять же, не видели всех демонов, то предыдущий выпуск есть на канале. Иди смотри этот ролик. Естественно, спасибо, что составили компанию. Ребята, не забывайте пальчики, ставите ввысь. Если хотите, чтобы мы продолжали смотреть Фантома, в том числе вот что-то подобное. Если тебе нравится вместе это смотреть, то ставь пальчик обязательно. В любом случае ставь пальчик ввысь. Очень помогаешь продвигать ролик, канал в целом. Ну, короче, вы понимаете, вы знаете. Комментарии пишите, чем больше, тем лучше. Даже если нечего написать, все равно пишите. Подписывайся, организуйте, подписывайтесь с бубенцами. Естественно. И еще раз повторюсь, телеграм-канал у меня есть. Ссылочка на телеграм внизу. Где-то здесь вокруг. Вступай. Буду рад тебя там видеть. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа-па. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»